В последние дни школьных каникул молодые и амбициозные юноши и девушки-люберец собрались в лагере «Интенсив» на ВАЗе гимназии номер 41, чтобы вновь приступить к учёбе. Подробнее в материале нашей съёмочной группы. Работа кипит. В первый день смены ребята готовятся к официальному открытию. В лагере три команды по научным интересам. Гуманитарий, физики-математики и сторонники естественно-научного направления. Каждый стремится достойно защитить выбранную отрасль знаний. Придумал название команды, девиз. Вот сейчас обсуждаем сценку. Конечно, нервные, но всё-таки интересные. В течение недели ребята углублённо изучают предметы по выбранным направлениям. В смене 145 учеников с 7 по 11 классы. Инициатором организации лагеря стали администрация округа, управление образованием и депутаты Московской областной думы. Я надеюсь, что этот лагерь даст вам силы, даст вам знания, даст вам необходимую мотивацию. И вы станете ещё более одарёнными, ещё более коммуникабельными, трудолюбивыми, что немаловажно. И это поможет вам в жизни. Каждый выбрал направление по душе. Старшеклассница Александра Кампернаус мечтает поступить в медицинский университет имени Сеченова. Школьница знает, что для достижения цели ей нужны не только высокие баллы по ЕГЭ, но и достойные показатели в Олимпиадах. Это прям моя мечта с детства ещё быть клиническим психологом. Я всегда была довольно-таки эмпатичным человеком. Мне нравилось давать советы людям, помогать им. Несмотря на последнюю неделю летнего отдыха, ребята уже готовы много трудиться и получать новые знания. Лекции ведут лучшие педагоги Люберец, а также преподаватели МГУ, Московского государственного областного университета и Академии социального управления. Мне очень нравятся здесь очень компетентные учителя. И с таким педагогическим составом, как на этом интенсиве, я уверена, что мне удастся пройти на бюджет. Было очень приятно, потому что я очень рада, что меня позвали в это место, как одарённого ребёнка. Всегда не каждый попадает. Отбор претендентов был серьёзным. На интенсив зачислили Люберецких призёров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников. Олимпиадное движение имеет большое значение на сегодняшний день. И поэтому мы хотели бы повысить результативность, повысить количество победителей-призёров и, естественно, заинтересовать ребят к олимпиадному движению. И вообще модно сейчас учиться. Впереди у ребят много работы. В завершающий день смены каждая команда представит свой научный проект перед преподавателями программы. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.